Серия странных поджогов в шатовке Арзамасского района. Версии может быть несколько. Мистика, грязный бизнес или просто пироман разбушевался. Итак, в шатовке неизвестные по ночам поджигают сарай. При этом выбирают только те сараи, где есть живые животные и поджигают строго без 20 минут 12 ночи, чтобы животные гибли как раз в полночь. Пипец, конечно. Как это выглядит живую? Это капец. Я в шоке. Смотри, как все горит вон. А это там. Вон, да, крыша горит. Это вот кроличьи клетки вместе с кроликами. Сколько было кроликов? Штук 15. Вот, две сарайки. Штук 10 было. Штук 10 куда? Корова, две козы, четыре козленка, восемь поросят, двенадцать кор. Когда я прибежала, все уже сгорело. Корова лежала вот здесь. Это два поросенка. Она этим только и жила. А вон у первой женщины там сгорело. Корова, два тяненка, четыре поросенка, три козы, штук 20 кур было. Так они успели вывезти? А они сразу все, а со всех сторон поджигают. Слышу, такой рев мотора, потом тру-ту-ту-ту-ту-ту, окна открытые, жарко. Ну, вышел на балкон, смотрю, зарево такое. И шифер, ну, я сразу понял, что зарево, все, думаю. Ну, я вон живу дома, в окно посмотрел, пламя, покуда костылял, все уже оттуда, отсюда, все как-то раз. Неделю раз прошла, караулили все женщины. Два дня не стали караулить. Знамшие, это знали люди же. Не стали караулить и подожгли здесь. Как по графику все это сделано. Неделю прошла, первый поджог прямо, потом второй оттуда, третий поджог, все через неделю вот. И в одной, в той, без 20-12. За руку никого не поймали, но так гореть одновременно такой объем не может. Ну, просто не может, горит где-то в одном месте. А это вот, представляете, такой объем, без света, без ничего. Электричества у нас тут вот не было в этих сараях. Ну, откуда оно? В третий раз уже, первый раз, может, так сгорело, второй раз уже совпадение, а третий раз уже, ну, понятно, что поджигает. Горится в разных странах, сперва там, потом тут сейчас с этого края горело. Все, все, все сгорело. Люди всю жизнь, вот мы живем за счет этого, а у нас вот взяли и подожгли все. Все, лишили всех, всего людей. Свинья-то сгорела? Нет, не сгорела, мы ее вчера спасли. Люди помогли нам ее на улицу. Решили заколоть? Конечно, потому что мы не знаем, что завтра будет. Может, сегодня опять вот остатки подожгут. Главное же, кто именно держит вот эту... Кто в стопину держит? Кто в стопину держит? Когда мы были там, а подожгли вот здесь, сразу. Вот что, они же знали все. Это вредительство. Это не люди, это изверги. Многие местные жители обвиняют в этих поджогах не кого-нибудь, а главу администрации Шатовки. Она человек во власти новой, хоть и местной жительнице, но на посту главы всего три месяца. Она, по мнению жителей, хочет таким образом захватить землю. Она эти обвинения, конечно же, отрицает. Но кто это сделал, тоже не знает. Действительно, были три эпизода. Кто-то поджег эти сарая. Причем сарай поджигают только те, в которых находятся животные. Мнения разные. Говорят, что земля нужна. Многие говорят, что я хочу там что-то построить. На мой взгляд, она абсолютно никакой ценности не представляет, поскольку находится в таком месте, где многие десятилетия были вот эти вот хозяйственные постройки. Там много лет копились отходы жизнедеятельности животных. Там даже для того, чтобы все это расчистить, требуются огромные финансовые средства. Поэтому кто там чего думает, построит там кто-то чего хочет, это глупость, на мой взгляд. Версии разные. Каких-то людей видели. Но это не значит, что они виноваты в этих пожарах. Они, может быть, просто мимо проезжали. Мы же их не поймали за руку. Поэтому я считаю, что кого-то обвинять сейчас неправильно. Кстати, глава администрации сейчас помогает людям, которые потеряли животных в пожарах и свое имущество, подготовить документы для того, чтобы получить компенсацию. Кроме того, подано заявление в полицию, но подозреваемых пока нет.